Свыше двух тысяч обращений граждан за прошедший год поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в Ивановской области. В лидерах Иванова прийти на личный прием больше шансов. Но и остальные районы области тоже не отстают. Наталья Ковалева регулярно собирает выездные комиссии, да и интернет-приемная пользуется популярностью. Есть слова, которые президент говорит о том, что к вам к уполномоченным идут тогда, когда не слышит власть, не слушает и не слышит. Это бывает довольно часто. И что интересно, у вас не всегда, но часто что-то получается. Несмотря на отсутствие административных ресурсов, аппарату полномоченного может реально помочь каждому человеку в трудной ситуации. Среди лидеров по обращениям нарушение жилищных прав. Тут и проблемы обеспечения муниципальным жильем и проблемы со старым жилищным фондом, когда на людей фактически сыплется потолок. Жители говорят, что больше всего нарушается право. А когда право нарушается? Когда его нарушает сама государственная власть. Тогда и нарушается право, мы говорим. Так вот, право человека. Особого внимания омбудсмена заслуживают проблемы инвалидов, которым даже после потери ноги приходится каждый год ходить на экспертизу. Доказывать свою инвалидность приходится, поднявшись на четвертый этаж. О многих своих правах граждане вообще не догадываются. Например, постановление правительства России номер 890, принятое в 1994 году, гарантирует всем детям до трех лет бесплатные медикаменты. На деле оно невыполнимо. Правительство Российской Федерации приняло, но при этом обязало финансировать, простите, все это, областные бюджеты. А своих денег под это, выполнение этого постановления не выделило. В целом аппарату полномочного положительного результата удалось достичь 16% обращений. Многие находятся в работе до сих пор. В отношении иных ситуаций уполномоченный направляет свои рекомендации как федеральным, так и региональным властям, с целью улучшения ситуации с исполнением прав человека. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ Иваново.